106 тысяч рублей на протяжении четырех лет пытается вернуть Саровчанка. В августе 2016-го женщина дала в долг своему знакомому под большой процент. Мужчина написал расписку, но деньги не возвращал. Поняв, что ему все сходит с рук, мужчина занял еще у десяти знакомых. Их уже больше десятка пострадавших только зарегистрированных здесь. А многие просто в надежде на то, что они вернут все-таки когда-нибудь свои денежные средства, не заявляют. Или идут в суд, как гражданско-правовое отношение установить. Суд выносит приказ о возврате денежных средств. На денежные средства никто не возвращает. Молодые люди отдыхали в одном из увеселительных заведений города. Потом к ребятам присоединилась еще одна компания. В ходе общения новые знакомые не сошлись во взглядах на жизнь. Выяснить отношения они решили с помощью силы. Завязалась драка. По итогам конфликта один из мужчин получил травму и был госпитализирован. Диагноз, который был поставлен в КБ-50, это сотрясение головного мозга, ушибленная рана левой темечной области и ссадина шеи. На дорогах произошло семь дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом. В одном пострадали люди. На улице Курчатова водитель автомобиля «Лада Приора», выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу ВАЗ-2112. В результате ДТП водитель, который двигался по главной дороге, получил следственное упреждение в виде ушиба голеностопа голени и после осмотра врачом был отпущен домой. Сотрудники правопорядка настоятельно рекомендуют саровчанам соблюдать правила дорожного движения и быть особенно внимательными в условиях ограниченной видимости. Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.